Владимир, дорогой мой, а что вас заставило сначала развестись со своей женой, а потом снова на ней жениться? Острых ощущений не хватало. Может, она сексом хорошо занималась, знаешь, как виртуозная. Правду хотите? Я-то точно. Это Лариса любит там сексу? Я ждал этого вопроса. А как вы думали? Это у меня досье на вас. Так что давайте. Я Лариса Гузеева. Это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Алиса, Ольга и Лариса. А жених у нас Владимир. Здравствуйте. Бегом-бегом ко мне. Что вы такой робкий? Рада вам. Проходите. Здравствуйте всем. Владимир. 61 год. Дважды сочетался с законным браком со своей супругой, но после второго развода понял, что их отношения обречены. Владимир многократный чемпион мира по подводному плаванию в Ластах. Подполковник запаса военно-морского флота России. Руководит дайвинг-центром в Санкт-Петербурге. Гордится тем, что в своем возрасте может отжаться 10 раз на одной руке. Владимир не видит себя в паре с курящей особой, которая не заправляет постель и не следит за порядком в салоне своего автомобиля. Женится на молодой красавице с хорошей фигурой и активной жизненной позицией. Ну, не знаю, у меня такое ощущение, что нам подарки принесли, но я буду напрашиваться. Днюк потеряла. Дорогие ведущие, я приготовил для вас подарки из Санкт-Петербурга. Я думаю, это будет памятно. Ласты? Позже будет, Роза. Сейчас пока ломоносовский фарфор императорского завода. Сколько вы ей даете до того, как она их подкинет? Год-два. Вы говорите, скоро. По поводу ласт. Я бы не так. Роза не парилась бы. Спасибо. Это же для меня просто. Ну как вы, что-то, Алис? Я не умею плавать. А он тебе научит? Честное слово. Ну если столько научит плавать. Ну, конечно, за сколько много. Столько медалей. Очень даже интересный мужчина. Очень интересно смотреться. Владимир, дорогой мой, а что вас заставило сначала развестись со своей женой, а потом снова на ней жениться? Острых ощущений не хватало? Это, наверное, Лариса, любовь. Да? Я сначала попробовал первый раз и думал, со второго раза что-то может измениться. Ну, Оль, тебе как мужчина? Дивный мужчина. Да, очень симпатичный. Да, очень симпатичный. А что не устраивало первый раз? Что не так было? Очень схожие характеры, очень сильные, со своим сильным стержнем. И поэтому совместное существование, ну не знаю, у меня какая-то цифра 12, мы потом спросим у астролога, да, как расположение звезд. Подсказывает нам. Но пока от себя, без звезд. Пока без звезд. Ну так что, вы с ней прожили, детей родили? Нет, у нее была дочь своя. То есть у вас все было прекрасно? Она работала, зарабатывала деньги, да? Она не работала. Я деньги зарабатывал. Я вас вижу рядом. Ничто меня не насторожило. Мне кажется, что я вот такого мужчину, ну вот когда поздравляла тебя с праздниками, я мысленно тебе такого мужчину и желала. А тебе не кажется, что мне будет скучно с ним? Нет. Во-первых, он меняет свое увлечение. Во-вторых, у него есть возможности. В-третьих, он же тоже будет подстраиваться. Он же мудрый. Поэтому уже одно то, что он любит путешествовать. Ну согласись, это же твое самое основное хобби, помимо работы. А у меня есть такая подсказка, что у нее был свой бизнес. Вы просто денег этих не видели, но она говорила, что все время ходит куда-то работать. Да, куда-то ходила работать. А вы не спрашивали куда? Я спрашивал. Ну не на большую же дорогу. Она рассказывала, что это выставки. Выставки за границей. А она даже за границей ездила с этими выставками. Вы доверяли ей, понятное дело? Конечно. А сколько же вам лет-то было? Что вы такой доверчивые. Мы познакомились с ней в 43 года. А ей сколько? А, ну уже взросленькие вы были. Ей было 34. А что тогда заставляло ее погуливать от вас? Ну если она приходила по душе. Гуляла ли она? Я же не проверял это. Ну а если она не гуляла, тогда где она была-то с ночевьем? На выставках, Лариса. На выставках. Ну выставки закрываются все. Ну, сами поздно в 10. Это там, за кордоном. За кордоном. Ну ясно. Себя что ли она демонстрирует? Я не мог это увидеть. Я не мог этого знать. Послушайте, ну когда живут люди довольно долго, у них доверительные отношения, и все это выясняется. Тут на час задержишься уже и не знаешь, что придумать, рассказать, где ты был. Ну как-то такие вещи, мне кажется, в семье должны обсуждаться, оговаривать. Она хотя бы у нее была какая-то версия. Ну на выставку раз, второй раз ездила. А вы сами подозревали, что там происходит? Может, у нее кто-то появился? Нет. А ребенок, когда она уезжала, с кем был? Ребенок с бабушкой оставался. Ну ясно. Я воспитывал ее дочь. Да, но не из-за выставок же вы разъявились с ней? Нет, нет, нет. А из-за чего? Первый раз. Я думаю, что все вместе, и домашние урядицы, что она потом работала за границей, две недели уезжала, на две недели приезжала обратно. Спали уже на разных этажах, оказались, что вы чужие люди. Ну спали уже, да, наверное, на разных этажах. Но он скромный. Он закусывает губы постоянно. Да? Да. А вот как раз-таки вы будете гармонировать. Ты у нас зажигалочка. Ну да. А он? Спокойный. Зажигалочка. Зажигалочка? Я-то зажигалочка, но он подводник. Он погасит весь мой пыл? Ну не факт. Не факт. Будем стараться. Ну хорошо, вот вы с ней развелись. И какой был интервал между первым и вторым браком с одной женщиной? Год. Год. У вас были какие-то отношения, наверное, да, где-то с кем-то? Ну были, безусловно. И у нее, наверное, да? Не знаю про нее, я про себя могу сказать. А потом случайно встретились или как? Или все это время думали о ней, она вас не оставляла? Все это время все-таки она была в голове. Да. Любили так? Да, наверное. И ваша была инициатива снова с ней сойтись? Общая. Вот прямо так тянуло? Ну смотри, справляют, умеют исправлять предыдущие ошибки раз. Наверное, второй раз пошел. Старались. Старались, да. Сохранить брак. Да, это очень важно, да. И второй раз, когда женились, на сколько хватило вас? На 10 месяцев. Почему? Ничего не изменилось. Конечно. Я верил, что... И возвращайся к былым возлюбленным. Ну говорят, что вазу разбитую уже не склеить. Ну понятно. Но я старался, пытался, думал... А что вас принципиально не устраивало? Вот какие принципиальные вопросы второй раз вы с ней сошлись и стали обсуждать? Вот типа, давай, дорогая, начнем все сначала, но только ты не должна или наоборот должна. Вот что? А все было то же самое. Все было то же самое. То есть вас спарили вот эти командировки ее, да? То, что было в первом браке, то осталось и во втором. А как ты вообще себя видишь в отношениях вот подобного плана? Как папа-дочка или как равные партнеры? Как друзья. Как друзья, конечно. Правильно, я тоже так думаю. А какого чуда тогда вы ждали, Володя? Взрослый человек, ну... Какого чуда? Ну, всегда ждешь какого-то чуда. Какого? Ну, вот я и спрашиваю, а какого вы чуда ждали? Что-что? Что-что изменится. Что-что изменится. Что в наших отношениях что-то изменится. Вот что конкретно вы хотели, чтобы изменилось? Что будет тепло в доме. Что она будет готовить, убирать, стирать. Старит вот такой хорошей хозяйкой. А она что? Скорее всего, я, наверное, этого и не хотел, и не требовал никогда. Я этого не требовал. Ну, видишь, мужчина ждал чуда. Ну, иллюзии некие были, да? Да. Которые не оправдались. Да, видимо, были иллюзии. Ну, если плохая хозяйка, то по определению ни тепла в доме, ни уюта быть не может просто. Может, она сексом хорошо занималась, знаешь, как виртуозная. Приедете с командировки. Вот так, раз вам. Бонус. Владимир. Может, в этом уют-то? Ну, может быть, и в этом. Вот. Ну, секс. А ты держи уют, кухарка. Мой друг симпатичный, Лариса. В моем вкусе. А какой мужчина симпатичный? Рядом с ним? Лена. Второй раз вы развелись уже окончательно. Но, тем не менее, мы общаемся. До сих пор? Да. Вам зачем? Если у нее есть какие-то проблемы, я всегда ей помогу. Посмотрите, я почему это спрашиваю. Вы пришли на программу «Давай поженимся». Так. Ни одна из женщин, которая сегодня придет, но, может быть, только так, знаете, чтобы на вас произойти впечатление, не будет рада вашим этим встречам и вашей заботе о той женщине, на которой вы дважды женились. Что естественно абсолютно. Либо она должна быть абсолютно к вам равнодушной, и ей что-то будет нужно от вас, чтобы жить в Питере или ваша квартира. Она же вам не родственница. Уходя, уходи. Все, развелись, расстались. Детей общих. Да, а что, секс по дружбе иногда случается или что? Ни в коем случае. Тогда что? Объясните мне. Тогда что? У вас к ней по-прежнему чувства? Тогда зачем она вам? Меня к ней не тянет. Тогда она вам зачем? Ну, это же не значит, что мы вместе живем. Да, я просто с ней... Понятно. Это значит, что если вы расстались, то для той женщины, которая появится в вашей жизни, это будет неуважением просто. Мы легко прекратим эти отношения. Легко прекратить. То есть вы на это идете? Я легко. Потому что некоторые мужчины приходили и говорят, ну, если ей не нравится моя бывшая, значит, у меня не может ничего с ней сложить. Ни в коем случае. Сложить. Я думаю, это есть шанс для меня и... Просто разрубить. Я закончу эти отношения, если сегодня, ну, даст Бог. Да, да. Мы будем стараться. Лишь бы она относилась к этому так же философски. А не потребительски. По-моему, Лариса об этом и хочет сейчас сказать. Владимир, а сколько у вас всего было браков? Было три жены. Три жены. На одной третий был женат два раза. Еще и третий брак. Третий. Ну, нет, наверное, не было брака, просто жил. А дети есть родные? Есть, конечно. Взрослые уже? Да, у меня взрослый сын, он живет в Америке. Прекрасный парень. Самостоятельный. Да, хорошо. Ой, какой красавец. Ой, какой красивый мальчик. Ой, ты мой зайчик. Он не женат случайно, нет? Нет. Нет? Пусть приезжает к нам. Ох ты какой. Просто мальчик мед. Да, он хороший, красивый. Потом поставили его в пару. Очень симпатичный мальчик. Чем занимается? Занимался фигурным катанием, был чемпионом Канады среди юниоров в 19 лет. Потом поставили его в пару, в танцевальную. Вот, с Яной Хохловой он, Федор. В общем, ждем-с. Ну, допишу, позвоню. Хорошо, а где его мама? Мама его живет также в Америке, после Канады, после Оттава. Они заключили договор с компанией, и она тренирует фигуристов Америки. А почему вы не живете с ней? Она была до, так я понимаю, для вашей большей. Это первая жена моя была. А с ней расстались, потому что расстояние, соревнования, сборы, разные города? Я думаю, она правильно расставила приоритеты, и для нее карьера спортивного тренера стала важнее, чем семейная. Хотя сначала мы хотели с ней иметь двоих, ну, минимум, ну, максимум, как-то их детей. Ну, то есть ее не хватило и на семью, и на карьеру, да? Ей нужно было улетать в Москву. И сказали об этом для меня, была эта новость, 1 апреля. Я думал, что это первоапрельская шутка. Но 2 апреля мне пришлось ее посадить на машину вместе с коляской, с месячным вот этим красавцем, которого вы показали. И пришлось их проводить. В Москве уже была работа, я об этом узнал за день до отъезда. Ну, хорошая история. Да, жизненно. Жизненно все. Ну, то есть спорт, развитие, учеба. А вот скажите, пожалуйста, вот я, у меня складывается впечатление, Владимир, что вы так легко вообще женщин своих отпускаете как-то, идете у них на поводу. У вас что, характер такой? Вы вообще можете как-то, ну, объяснить женщине, что вы хозяин в доме, то есть что у вас есть свои приоритеты, у вас есть свои пожелания, требования. Вы что-то все женщинам разрешаете. Это характер у вас такой? Роза, со временем характер менялся. Нет, ну, спорт и личная жизнь, это очень тяжело совмещать. Смотрите, конечно, Владимир, память о том, какие мы были красивые, как все головы сворачивали нам вслед, пусть останется памятью. Вам 61 год, да? И я была девушкой юной. Мне вот что непонятно, почему сейчас хотите молодую? Нет, то есть мне понятно, но вам зачем? 45, это молодая рация. Вы хотите еще детей? Нет. Детей не хотите? Все, они хотят больше детей. Ну, хорошо, у нас есть дети. Будем этих расти. Конечно. 45 не молодая, но 16 лет развицы. Со своим ребенком. Ой, давайте проверим, есть ли у вас там приданное, чтобы такую молодуху себе брать. Давайте посмотрим. Это ваша территория, что ли? Да, это мой участок. Опаньки, а сколько гектар у вас? Роза, у меня 12 соток. О, а показывает, как будто гектары. Ну, ничего, такая фазандачка хорошая. А вы один там живете? Один. А прописки над ней? Волос, а где это? Какое место? Это в Севоложске. Это Мельничный ручей, Золотой квадрат. М-м-м. О, какой дом у него. Здорово. Кабель, да. Опа, нефиг. А сколько комнат у вас там? Наверное, пять. Ага. А по завещанию вы один? Один, но у мамы. У меня еще мама жива. У вас еще мама живая? Да. То есть свекровь живая. А сколько маме? Маме 83 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Все спортивные такие. На всех женихов хватит. Так, тихо. Али, Лисен. А я про мамочку. А мамочка с вами живет, да? Нет, мама живет одна. Роза, а почему ты так как-то напряглась? Это же счастье, что у такого взрослого мужчины жива мама. Это же счастье и аплодисменты. Это счастье для мамы, а для невестки неизвестно, какое счастье. А нам нужна уродина здесь, которая моральная, которая... Лариса, почему уродина? Еще неизвестно, какая я буду в 82 с каким сколерозом. Понимаешь? Какой кошмар. Я бы даже не хотела это обсуждать. Как маму зовут? Не хотела она обсуждать. Маму зовут Людмила Александровна. Людмила Александровна, дорогая. Вы родили прекрасного сына. Прямо всем на радость и на зависть. Постараемся все сделать сегодня. Живите долго. Спасибо, Лариса. Будьте здоровы. А вот у меня вопросик. Санкт-Петербург, а потом вас в Владивосток. Это за что вас туда сослали? Правду хотите? Я-то точно. Это Лариса любит. Я ждал этого вопроса. А как вы думали? У меня досье на вас. Так что давайте. О, как. Ну и что там было? Присваивает мне звание старшего лейтенанта. Я решил это отметить. И по случаю попал в валютный бар. Ну только что со сборной СССР. И за 85 копеек мое дело дошло до Григория Васильевича Романова. Что офицер в валютном баре с финном. Фин рядом был. Ну и по служебной необходимости я был отправлен подальше от Санкт-Петербурга. Где иностранцы отправили в город Владивосток. Лихие были времена. Я думал я на годок туда. Ну а задержался на 8. Ух ты. Да, времена я помню. Отвестись было достаточно сложно. Тогда была статья о валютной махинации, валютной операции. Хорошо, что статью не выгнали. От 7 до 15. Это за 85 копеек. Это за 85 копеек. Хорошо, что без статьи. Хорошо, что без статьи. И из комсомола не выгнали. Как раз было уже все. Заканчивался комсомольский возраст. Он, кстати, бывший военный. Да, он моряк. Владимир, для чего вам нужно сейчас жениться? Какого счастья для себя хотите в браке? Хотелось бы уже обрести постоянного человека, постоянную женщину рядом с собой. И что самое интересное, мне не надо готовить. Я все делаю абсолютно сам. Посмотрите, Волочка. Вы прожили прекрасную жизнь. Ну, до сегодняшнего момента. И сейчас живу нормально. Я сказала, до сегодняшнего момента. Все ваши детские мечты, ваши амбиции были все утешены. Вы любили тех женщин, которые любили вас, в свою очередь. То есть было очень много хорошего. В молодости люди сходятся, ну, по понятным причинам, да? Потому что продление рода, ну и так далее, все эти банальности. Вот сейчас в вашу жизнь перейдет женщина взрослая, со своим взглядом на жизнь, со своими детьми, со своими проблемами. Но главное, что это прошлое никуда не деть. Вот чего бы не хотелось в новых отношениях? Ну, допустим, чтобы женщина работала, или чтобы у нее были маленькие дети, или чтобы у нее были внуки, или чтобы она там ни пила, ни курила. Ну, вот опишите идеальные, на ваш взгляд, отношения. Наверное, нужна самодостаточная женщина. Значит, работающая. Может быть, работающая, может быть, имеет свой бизнес и управляет все это дело с компьютера своим бизнесом. Поэтому, чтобы разделяла мои интересы. Ты уже готова наслаждаться жизнью с таким мужчиной? Ты знаешь, мне нужен мужчина, с которым я буду наслаждаться просто жизнью. Ну, смотри, какой. Так у тебя подходят. Которым я буду разделять интересы. А вас не будет мучить вопрос, почему такая прекрасная, и с бизнесом, и с работой? А почему одна в таком возрасте? Меня не будет мучить. Нет, оно вот меня бы мучило, например. Потому что, мне кажется, все прекрасные женщины в таком возрасте вдовы, либо замужем, либо вдовы. Меня не будет мучить, Лариса. Да? Нет. Мне кажется, что ты впишешься в такую жизнь, потому что ты же хочешь руководить удаленно. Это сейчас мы много работаем. А теоретически планы на будущее. Это открыть свой салон или сеть салонов дальше? Нет, я не хочу сеть салонов. Если я выйду замуж, я хочу больше отдыхать и жить в семье, и сдать свой салон в аренду. Я возьму. Вот, кстати, вы говорите. А я как раз буду управлять. Нет, я немножко устала. Я хочу фауту. Как любите отдыхать? Отдых мой связан с моей работой. Есть такая крылатая фраза, но для меня, по крайней мере. Если вы на своей работе не можете находиться в шортах и пить пиво, значит, вы свернули где-то не туда. Я на своей работе могу пить пиво и сидеть в шортах. Образно. Это она тоже должна пить пиво и сидеть в шортах? Я отдыхаю. Она может пиво не пить, но может находиться в купальнике. Я часто улетаю на Мальдивы, я часто улетаю в Дахаб. Слушайте, прекрасный жених. Моя работа, мой клуб. Прекрасный жених. Прекрасный жених. Ни от кого не зависит и ни от работы без вредных привычек, судя по всему. Абсолютно. Да? И не хотел бы курящего. Хорошо, понятно. Не хотели бы курящего. Здорово. Ну, как бы я подхожу полностью, полностью. Самодостаточная, красивая, свободная, умная. Без головных материальных проблем, поэтому... Без вредных привычек. Без вредных привычек совсем. Совершенно верно. Я думаю, что уже наступило время советов, потому что женщины, наверное, уже к нам просто спешат. Так что, Роза. Значит, ну что, Володенька, могу сказать? 61 год. Вот. Невесты ваши, это не девушки, не золушки, не красавицы там спящие, бодрствующие. Это возраст бабушки. Да. А как вы думали-то? 61. 45 уже, как говорится, тоже бабушка. Поэтому, ну вот, то, что придёт. Это вот вам совет. Ты у меня девонька. Всегда ей будешь. Не будешь никогда бабушкой. А я вот к девчонкам хочу обратиться. Ну, я постарше вас буду, раз такая заявка-то 35-45. Девчонки для меня. Да, но мои-то 53. Девчонки, значит, смотрите, у вас есть два варианта. Если вы выходите замуж, допустим, за Володеньку, первый вариант, вы отдаёте всю себя без остатка, но тогда не ждите уважения. Либо второй вариант, берёте всё, что предлагается, но тогда не ждите уважения. Выбор за вами. Знаете, вот фраза, которая применима к женщинам, береги честь с молоду, платье с нову, да, она, мне кажется, относится ещё и к мужчинам. Вы себя сберегли. Вы в 61 год выглядите потрясающе. Плюс без вредных привычек. Вы проживёте ещё 100 лет. Вы здоровы, статусны, красивы, с потрясающей фигурой. Конечно, рядом с вами не может быть бабушка-колобок, которая там на огороде и руки-крюки. Понимаете, у неё для таких бабушек есть свои дедушки одинокие. У меня есть подруги, тоже красавицы, статусные, взрослые. Выглядят восхитительно. Воспитали уже своих детей. В Питере. Да и в Питере есть, кстати. Воспитали своих детей. Правильно, дети живут самостоятельно. Им не нужно выходить замуж для того, чтобы какие-то свои заплатки, знаете, там, золотать свои прорехи. У них всё хорошо. Им не хватает одного прекрасного рядом мужчины для того, чтобы прекрасно проводить вот эти золотые годы. Поэтому я вам желаю встретить женщину сегодня, умницу, красавицу, которой по каким-то причинам в этой жизни не повезло. Вот она в своём возрасте одинока. Но первое, что она должна быть самостоятельной. Потому что, мне кажется, вы проживаете совершенно другую жизнь, и вам будет и ленно, и неинтересно из неё что-то лепить и решать её проблемы. Это если будет 18-летняя, тогда в охотку, понимаете, решить там, что у неё с деканом, с однокурсником и так далее. Глаз загорится. А вот взрослая женщина уже должна к этим годам всё правильно расставить. И будете проживать дальнейшие прекрасные свои годы. Ездить, отдыхать. Хорошо, если правда она будет руководить бизнесом, так сказать, виртуально. Да, это прямо про меня говорят. Да, да, да. Про тебя, про тебя. Ты же такая сильная у нас. И красивая, и сильная. Поэтому за красавицу, умницу, взрослую, холёную, ухоженную. Ну, вот такую, как Роза. Мне старики не нужны. Тамарочка. Есть молодые в 30 лет, старички, сухари, которые здесь сидят. А мне 61, это перебор. Да, они старики уже с детства. Я должна сказать, что, конечно, вы весы. Потому что вставал вопрос между тем, дева вы или весы. Безусловно, это первые минуты весов. И поэтому, глядя даже на вас, я поняла, что вы типичный представитель этого знака. Весы не могут без партнёра жить. Понимаете, это их естественное состояние. Они видят как бы отражение в зеркале. В человеке, который есть их партнёр. И для вас это то же самое. Я бы сказала, что вы человек романтичный. Любите правду очень. Понимаете? Открываете её в других людях. Очень чувствительно. У вас камертон, буквально, так сказать, на истинную ложь. Но вот при всей вашей лёгкости личной, при том, что вы умеете добиваться сами очень многого, партнёр вам нужен непростой. Вы, с одной стороны, вам нужно, чтобы это был современный человек. Правильно, да? Это любящий дорогу, неожиданный, оригинальный, яркий. И в то же время домашний. Вот это сочетание домашнего, оригинального и свободного, оно необходимо. Но вы сами провоцируете часто своих партнёрш на то, чтобы они проявили вот какую-то свою подноготную. Вам не нужно, чтобы это был просто спокойный человек. Правильно? Вам нужно, чтобы это был сильный, мощный человек. И традиционный, и в то же время бунтарь. Чтобы вам не было скучно вдвоём. Поэтому вы зачастую копаетесь в своём партнёре, и вам нужно, чтобы что-то в нём было такое, наверное, не как у всех. Понимаете? Чтобы он где-то вас задевал, зацеплял. Чтобы не скучно было, чтобы вас теребили постоянно, подкалывали юмор. Иногда злой, переходящий в сарказм. Я замужем. Да, да. Вот похожий вариант, да. Ты можешь быть злой? Ты можешь быть злой? Могу. Поэтому, безусловно, но в то же время, чтобы это был человек лёгкий. Чтобы он не вкручивался в штопор, понимаете, а мог переключаться. Проходите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи! Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Алиса. Я посмотрела, узнала о вас. Достаточно много медалей, заслуг. Единственное, я не умею плавать. Вам придётся меня научить. Ну, придётся, видимо. Да? Да. Хорошо. Алиса, 54 года. Предприниматель в индустрии красоты. Гордится разрядом кандидатов в мастера спорта по акробатике и тем, что её фамилия занесена в энциклопедию «Лучшие люди России». Предупреждает, что слово «бабушка» в её семье считается оскорбительным. Пока Алиса ждала своего мужа из армии, успела родить от его друга двоих прекрасных детей. Надеется, что Владимир её не осудит. Ну, в общем-то, слово «бабушка» к вам действительно прозвучало бы оскорбительно. Здрасте. Здрасте. Русая коса, вьются волоса. Что за пакетики? Нет, ну какая вы бабушка! Это вам подарок. Спасибо большое для настроения. Хорошая фигура, наверное, каждый день по три часа спортом занимается. Ну, может, опять же-таки генетика. А я не поняла, почему муссируется эта тема с бабушкой? У неё внуки, что ли, есть? Алисочка, вы такая стройная, такая молодая. А я вижу, что спортом занимаетесь. А что, внуки уже есть? Да, два. Да что вы, сколько им? Три годика и год. А бабушка, почему мне так нравится, когда мне прям... Я так внуков уже люблю. Это же так гордо. Баба Роза. А баба Алисе как-то нет, да? А как они вас называют? Алиса мама, а я крёстная мама у младшего. Не надо, чтобы мамой звал. Почему? У меня уже мама есть уже. Но я же крёстная мама. Да, потому что моя дочка, моя мама, за это мама. Я от ревности уже просто на потолок прыгаю. Да? Да. Нет, как-то. Так всё нормально. Да, почему это оскорбительно? Она такая красивая. Ну, я тоже считаю, что... Бабушка. Бабушка. Нормально. Если у неё есть внуки, почему бы и не бабушка? Заслуженный статус. Зачем стесняться? Скажите, а как ваш муж отнёсся вот к такой щекотливой ситуации? И к вашему бывшему другу, и к детям, которые вы родили? Он ушёл в армию. От друга? Я его ждала. Там был его друг, который пришёл передать мне привет. Фотографии. А он в Афганистане, да? В Афганистане, да. Вот он пришёл с боевых действий мне передать привет. Передал. Семь лет счастливой супружеской жизни и двоих дочерей. А не боялись, что муж что-нибудь с собой сделает? Да нет, всё-таки разлука тогда служили два года, поэтому разлука в два года она дала себе уже такое понятие. Да, но для вас разлука на гражданке и для него в армии – это две большие разницы. Нафантазировал вы себе что-нибудь? Психика, знаете, как у них? Ну, нафантазировать можно, но реалии жизни они… Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Вот он приходит из армии и узнаёт, что уже как бы двое детей. Нет, двое детей нет, какой на полгода позже пришёл. Вот, и просто я его ставлю перед фактом, что дорогой ничего не получится, я полюбила другого. Разводимся. Да, разводимся. Всё спокойно, всё без всяких. Не выясняла отношений с другом со своим. Ничего вообще достойный мужчина, просто прям. И вы прожили с мужем, от которого… Ну, семь – это кризис вообще в браке, семь лет, кризисный год. А ещё это счастливое число. Да, 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 да. Ну, видишь, у кого кризис, а у кого счастливое число. Заинтересованы? Да, он так заинтересованно на неё смотрит, да. А потом почему же расстались? Вы знаете, вот это мистическое слово «семь» – цифра, и как-то, наверное, знаете, раньше было, не сошлись характерами. Но это, конечно, смешно, потому что характером вначале… Бил, ленивый. Нет, не бил, не бил. Вот у меня как раз в этой жизни никто меня из мужей никогда не бил. Вот, просто, наверное… Отношения изжили, да, себя? Изжили отношения и забот о детях. Он мало, может быть, проявлял к детям просто… А вы такая курносая, хорошенькая, блондинка. Думала, что вся жизнь впереди. И встречаете парня, мало уже себя, на сколько лет? На семь, которого забирала из детского сада в своё время. Сосед. Потрясающе. И проживаете с ним 20 счастливых лет. 20, да, счастливых лет. Мне кажется, она для него жестковата будет. Жестковата. Такая тоже очень активная. Он активная, она очень активная, да? Ну, вот не будут они, знаешь, вот эти две активности. Ага, ну, такой сталкиваться не будут. Да, могут сталкиваться. Мне кажется, немножко помягче нужна женщина. Не такая прям, чтобы мягкая, но вот… Активная. Мне кажется, она как раз хваткая. Активная, но такая очень… Ему женственная нужна, да? Более… Более женственная, более мягкая. Более мягкая, да, да, да. И что же, почему опять не вместе? Почему не вместе? Ну, уже 20 счастливых лет, конечно, это всё банальные 20 счастливых лет. Бизнес, большой бизнес. Бизнес, который он сотрудник в погонах, поэтому он приходил, спал. Я уходил, он спал. Он приходил, я спала. То есть практически жизни уже не было. Вот та самая общая реальность, о которой мы говорим, как она важна в браке, её и не было, да? Да. Общих детей не родили? Нет. Всё потом, отложили на потом, но… Легко вас отпустил? Совершенно. Просто мы уже поняли, что я сказала, давай поживём отдельно. У вас прям сейчас добрая половина человечества… Ненавидит. …не возненавидит. Как у вас всё хорошо и ладно, а вы вот жиру бесите. Владимир сказал красивое слово, самодостаточное. Вот честно, ну вот нельзя опускать ни нос, ни… Можно мне вашу самодостаточность проверить? Вы сейчас в сфере красоты, но у вас прям были магазины, что-то, чуть ли не пароходы… Нет, всё гораздо проще. Четыре салона красоты, две студии «Загар» и ресторан. А в каком городе? Это всё сейчас… Сейчас есть у вас всё это. Тут есть подводные камни, самодостаточное – это хорошо, но а как же женственность, мягкость, уступчивость? Бизнес же формирует такие стороны характера. Нет, понятно, что у тебя тоже бизнес, но всё-таки сильно развивать эту черту я бы не стала. Но мне кажется, она просто руководитель, что сама она не стрижёт. Тогда он вам вообще… Завидная невеста. Скажите, а не жалеете о том, что вот так разбрасывались мужчинами? Да как-то и не разбрасываюсь. Я последние 5-6 лет совершенно одиноко, не вижу ничего. А почему, как думаете, девчонки, помогаете? У вас вот рядом подружки такие молодые. Это сотрудница салона, как бы подруг и нету никогда, это сотрудница моего салона. А подруг нет? Нет. А что-то такое случилось? Я считаю, что подруга – это должна быть какая-то с детства подруга или муж подруга, честно. Потому что вновь нарастающие знакомства, нет, это не могут они знать о моей жизни. Они знают только с того момента, как устроились. Более молодых она, ну, как бы уже не рассматривает. А более молодых – это до какого возраста? И, ну, как бы, нету той уверенности и надежности, что они ее не обманут. Я не знаю. Она очень умная женщина. Вы слишком лакомый кусок. Да. Взрослая, богатая, прекрасно выглядит. Все есть. Не хватает. То есть боитесь все время на измене, что… Хочется носом прижаться. Просто к родному плечу вечером. Забраться на диван и посмотреть фильм. Скажите, вот вы по поводу подруги сказали, что не может быть подругой, если она не с детства родной. Что она знает о моей жизни. Но ведь мужчина тоже родным не становится в первый день. Это по молодости у нас все роднолики. В течение месяца ты все про него знаешь. Он про тебя, потому что отрезок-то еще прожили. Правильно. Возрастные браки – это когда два самодостаточных человека встретились. У них все есть. Ни она не претендует на жилплощадь, ни он не претендует. Знаете, чего нет? Проводить время. Вы не можете дать мужчине молодого тела дельфиньего формата. А он вам не может, к сожалению, дать то же самое, к большому счету. По поводу тела поспорим. Вы выглядите просто восхитительно. По поводу тела поспорим. Вы выглядите потрясающе. Просто умница. И овал лица. Ну, вот все потрясающе. Спорт? Да. Ну, какая же она бабушка, да? Хорошая, хорошая, красивая бабушка. Вам нравится, Владимир? Да. Мы уже обсудили его. Мне кажется, это могла бы быть очень красивая, чудесная пара. И больше всего мне нравится то, что вы не будете гирей цепляться к ногам Владимира. Вы же можете на кого-то бизнес оставить, правильно? Нет. Ну, каждый бизнес там, в каждом есть свое управляющее. Я туда носу свою. Бизнес нельзя оставлять. Нет, нет, нет. Там давно все на управляющих. Ну, оставляйте, оставляйте. Это лишь не ваше дело. Уже 14 лет бизнесу. А Володенька, а как вам? 54, не 45. А, ну так вот как раз. Ей 54, тебе 38. Это твой завтрашний день, получается. А через 6 лет ей будет 61, а вам только 66. 67. А если носом прижаться к красивому телу, нормально? А вы думаете, что оно будет через 5 лет тем самым телом? Поверьте мне, 7 пластических операций. Что еще отрезать можно? Не, не, не у меня, не про меня. Нет, это у меня. Нет, 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 нет. Это у меня. Я не верю. А ты раз выходишь замуж? Я не верю, Роза. Я его хочу предостеречь. Сколько еще отрезать можно? Старость не остановишь. Это вы не мне... Но дело в том, что Владимиру завтра не будет 59, а потом 53. Да я и про Листочку переживаю. Прекрасная разница в возрасте, мне кажется, прекрасная. Они же не на один день. Вы настолько себя оба сохранили к этим годам. Судя по всему, Господь вас любит. Вы правильно проживаете. Детки живут отдельно от вас, да? Все отдельно, да. То есть у них тоже все хорошо. А в Станк-Чербург поедите? Да, конечно. Вторая столица была... Абсолютно. Ночь в поезде или часа... Семь часов, четыре часа. Слушай, ну 54, конечно, хорошо. Она шикарная выглядит. Она шикарная выглядит. Не, ну это было бы странно, если у нее салоны красоты, и она бы плохо выглядела. Да. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Я вообще не вижу никаких препятствий. Судя по всему, вы тоже, да, до сих пор увлекаетесь спортом? Конечно, три раза в неделю. И отдых, который предлагает Владимир Мальдивы и так далее, это вы не побрезгуете, нет? Что вам в себе не нравится? В себе? Какие-то, может быть, есть у вас скелеты в шкафу, о которых сами расскажете? Не пью, не курю, это точно. Это я не уважаю. А что не нравится, наверное, прямолинейность, как у всех. Вот как ляпно, и только потом думаю. Что есть, то есть. А у нас есть доказательства, что наша невеста спортом занимается. Давайте посмотрим. Утро наступает всегда внезапно. Но чашка подрязчивого кофе сделает все самое прекрасное в этой жизни. Я очень хорошая хозяйка. Но, правда, вместо мяса здесь привезли колокольцы. Вот так начинается мое утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алиса. Умница. Просто вызываете восторг и зависть. Это же много сил требуется, всем управлять. Я одним-то еле-еле управляю. Зачем я вообще муж? У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция или все-таки скелет в шкафу? Скелет в шкафу. Вот, я прям настаиваю. Итак, скелет. А скелет на экране. Давайте посмотрим. О, пластик, что ли? Или это что такое? Господи, страсть какая. Боже мой, а что это такое? Кто-то у меня два дня рождения. Да, это было нападение. Девять сантиметров во мне, клиночек виден. При выходе из машины было нападение в позднее время суток ночью. Ничего себе. В рубашке ротелось. Спасло только чего, да. Боже, какой ужас. Да. Поэтому я теперь справляю два дня рождения. Накладно для... А нашли убивки? И что, это залетное? Залетное, да. Пасли вас или... Нет, это чисто вот, видимо, хотели ограбить, потому что было два часа ночи. И при открытии машины... Хорошо, что я увидела, хоть отбила, как бы девушка спортивная. То есть пригодилась? Пригодилась, да. И сами в больницу, наверное, доехали с этим ножом? Вызвала, да, вызвала. Нет, вызвала все, потому что он торчал. Дай бог вам здоровья. Он даже не по себе мне хорошо стал. Такого скелета. А сюрприз приготовили? Да. Надо переодеться. Скоренько только. Да. Пожалуйста, спасибо большое. Куда? В свою комнату. Ну что, расскажите. Ну что, расскажите. Хотя на лбу написано, действительно, хозяйка хорошая, женщина. Хорошая хозяйка. Вам понравилось? У вас сволочек и глаза загорелись. Прекрасная женщина. Вот когда возраст не имеет значения, правда? Самодостаточная. Красиво, спортивная. Ну и была бы она младше на 10 лет. Она и в 65 будет так же выглядеть, правильно? Она как руководитель очень хорошая. Она где-то совет дает, где-то встанет, научит тебя, если ты что-то не понимаешь, не умеешь. То есть она женщина с большой буквы этого слова. Но я вообще очень горжусь. А что такие за комплексы? Однажды мы шушукались вообще. Это возраст 54. Ну, 54. Старуки-процентщица был 42 только. У нее, правда, ей в голову не приходил замуж выйти в этом возрасте. А почему она боится себя называть бабушкой? Что за комплексы такие? Сейчас никто не хочет, чтобы называли бабушкой. Это как раз нонсенс. Это ужас просто. Наши внуки понятия не имеют, что такое Арина Родионовна, что такое бабушка. Это же такое светлое слово. Бабуленькая. Ну, а Родионовна была нянькой, она же не была его бабушкой. Но все равно... Смотри, как ему без очков там хорошо, Оль. Он как голливудская звезда. Прекрасный мужчина. Он, кстати, пошел на сиси... Да, на сиси Кэмпбелла. Я бы с удовольствием... Если у меня какая-нибудь там розочка и так далее, я бабуля тебе. Я уже своих внуков... Роди сначала. Вот и жду. А я, знаешь, как это? Если у меня внук будет, мы с ним как зададим жару. Понимаешь? Вот, говорит, вот моя бабуля. Рассегает. Для меня это как орден, как знамение некое, что я в таком статусе. Как орден Героя Советского Союза. Ну, понятие у внуков, наверное, и будет моя бабушка. Просто боятся возраста своего. Когда пытаются прикрыть, нет, не называйте меня, это боязнь возраста, это комплекс. Ну, однако не стесняюсь говорить о своем возрасте, ну, всем, сколько лет ей. Ну, ты знаешь, это то же самое, как получается, вот я сделала себе грудь и не стесняюсь. Нормально в моем возрасте это делать. А Волочкова, извините, говорит, что там у нее это... Потому что она сделала за свои деньги, а тебе подарили, ты должна бить свои деньги. Да, ну что, да, ну ничего, а суть и не меняет никакой. Она считает, что это у нее само выросло. Ну и кто из нас дура, она или я? Так что странно. Двояко, на самом деле. Поэтому это как-то у меня возникает масса вопросов. Да, что женщина в любом возрасте должна следить за собой и... Это понятно. Ну что ж ты уговариваешь, ну не хотят сегодня женщины... Плохо, но хотят женщины быть бабушками. Уговариваю, я на место ставлю, чтобы наши внуки знали, кто такие бабушки и дедушки. А вы, Володенька, ничего, что вы из статуса мужа, у вас муж-дедушка. Я еще не дедушка. Послушай, дедушка, станете дедушкой же, женитесь на... Галкин. Алисия. Дедушка уже, вон каких внуков. А он и не стесняется, а вот Володка не хочет. Роза, не хочу. О, а у вас, Алиска, так не получится. Муж? Дед. А как Алиса будет говорить, кто я, Роза? Она готова, это уж вы сами придумаете. Нет, он хороший, она хорошая, но вместе я их не вижу. Я тоже вместе их не вижу, я ее вижу с кем-то молодым. При всем моем уважении к Владимиру, естественно. Невеста готова, давайте посмотрим на сюрприз. Долго думала, что подарить в качестве сюрприза, но решила разыграть сценку. Для этого мне надо спортзал. Будьте добры, сыграйте в спортзал. Дальше принц, Владимир. Штанга. Вот, в роли штанги. И лошадка. Черная лошадка. А теперь моя маленькая история. Опа. Ох ты. Она очень эстетичная такая женщина. Ну да, видишь, какие у нее красочки-то на каблучке. Дело не просто так. В одном спортзале занималась принцесса Алиса. Но ее было так скучно, потому что она знала, что в другом спортзале, совершенно на другом городе занимается ее принц. Это был спортзал со своей штангой. Своей штангой. Принц долго думал. Потом взял штангу на руки. Да. Да. Бросай. Берег. Чего? Скочил на лошадку. Ну, извините. И помчались к Алиске. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец, Алисочка. И вот они встретились и теперь занимаются вместе в одном спортзале. Да-да-да, но очень опрометчиво молодуху ему на руки. Спасибо. Спасибо большое. Проходите в свою комнату с своими девочками, а вы к нам возвращайтесь. Бабуля мировая. Бабуля мировая. Александра и Светлана произвело на вас впечатление. То, что происходило сейчас. Я думаю, Лариса, вы были правы, что промечивый поступок. Но вообще мне невеста понравилась. Я думаю, возможно, Владимир ошибся возрастом, оказывая в анкете. То есть как вариант рассмотреть? Да, редко. Ну, просто вот пара сложилась для меня лично. У нас еще, правда, есть впереди невесты. Добрый взгляд, добрые движения. Друзья у него такие все общительные. Да, очень приятно. Да, очень хорошая. Несмотря ни на что, может быть, я повторюсь, но все-таки у вас настолько гармонично все связано, настолько общего. Да, ему очень понравилось. Да, ему очень понравилось. Нет, ну просто детей нам не рожать. По переезду я легка на подъем, и он лег на подъем. Друг на друга мы не смотрим на богатство. Действительно, он просто адекватный, и с ним будет весело. А как вам, Александр? Я думаю, что... Почему нет? Да? Да. Владимир? Прекрасная женщина. Правда? Еще и спортсменка. Да. Комсомолка, красавица. Молодуха на руках. Молодуха на руках очень легкая. А потом она так зыркнула. Молодуха? Нет, нет, нет. А хозяйка? Алиса, конечно. Вот вы правильное слово сказали. Хозяйка. Хозяйке еще неизвестно... В какой роли вы выступать будете с этой хозяйкой? Хозяйкой? В качестве невесты, конечно, я же первый раз, поэтому... Ну, человек прошел отборное, пришел на эту программу, соответственно, он хочет иметь рядом с собой партнершу. Партнершу просто по браку, по дому, с кем ему будет комфортно. Ну и тире дедушка... Любви хочет. Вам что-то не нравится. А вы что, тоже комплексуетесь по поводу деда? Нет. Я наоборот жду. Во! Так что вам ждать не надо, увы, уже есть. Так что все хорошо, Роза. Так я и рада! Нет, ты сидишь, завидуешь, злобствуешь. Просто как только вышла Алиса, вы ровесница, и все-то тебе в ней не нравилось. Так мне наоборот все нравится, только она пребывает в состоянии при лестнице. Мы не при лестнице, мы бабушки. Почему можно и бабушкой быть при лестнице? Вот, абсолютно. Так, а Тамара Глоба, моя любимая, она что... Какой вердикт вынесла пара, они, интересно, совпадают или нет? В первую очередь, конечно, Алиса Овин. Человек, она действительно очень сильный, самодостаточный, авторитетный. У нее... Вот, несмотря на то, что она сказала, что друзей, подруг она не держит, понимаете, в то же время, я думаю, что она очень дружественный человек в отношении к окружающим. Но действительно сильный и мощный персонаж, который любит настоять на своем, как и вы, в принципе, понимаете, особенно в личных отношениях. Но я должна сказать, что у вас, между тем, несмотря на то, что могут быть споры и противостояние некоторое во вкусах и чувствах, в то же время будет очень высокая чувственность совместная. То есть, вот, физическая совместимость и, наверное, даже какой-то идеализм в том, что касается близких отношений. Вот. Идеализация партнера, идеализация друг друга. Прекрасно. Так что будете ловить букеты невест. Очень хорошо. Очень хорошо. Уже бы пора было. Знакомьтесь со второй невестой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Владимир, пройдите ко мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему не встретились с вами? Возраст у нас. Я же сейчас не в полиции, чтобы говорить все как есть. Я пришла, чтобы выйти замуж. У вас с Владимиром в 16 лет разница. Не староват? Да дай-то ей ответить. Господи, на тебе никто и не женится. Ни молодой, ни старый. Великолепной форме. Меня зовут Виктория, мне 41 год. Я чемпионка России по атлетическому культуризму. Я работаю инструктором фетносклубе. Я люблю читать, пишу статьи для различных газет и журналов. Люблю вязать и умею вкусно готовить. Хочу познакомиться с мужчиной на атлетичном телосложении, надежным, который разделит мои интересы, из которых я почувствовала себя счастливой. Субтитры создавал DimaTorzok